Начнем с Харьковского направления. Там произошло 6 вражеских атак за прошедшие сутки в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое. На Купенском направлении за сутки произошло 19 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой. Лиманское направление. Там враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед около 6 разных населенных пунктов. Акцент делал возле Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового. На Покровском направлении вооруженные силы Украины остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкая, Николаевка, Гродовка, Новогродовка, Лисовка, Крутой Яр, Дочинская, Мариновка, Селидова и Новотворецкая. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Михайловки и Новоторецкого. На Краматорском направлении оккупанты 9 раз атаковали в районах Григоровки, Притеченого, Часового Яра, Белой горы и Ступочек. На Торецком направлении враг совершил 7 атак неподалеку от Торецка, Щербановки и Нью-Йорка. Кураховское направление далее. Там силы обороны отразили 28 атак. Основные усилия враг прилагал в районах Сукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. На Времевском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций недалеко от Углидара, Богоявленки, Водянова и Екатериновки. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию. На Ореховском и Гуляйпольском направлениях вблизи Новодаровки Работина и Малых Щербаков получили достойный отпор. Провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали более десятка управляемых авиабомб. Отдельно сообщается, что на Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции вооруженных сил Украины два раза. Получили жесткий отпор, понесли потери. Также продолжается операция вооруженных сил Украины, напомню, и в Курской области. Продолжение следует...